Деньги Микроперфорация номинал денежного билета Может быть выполнена путем прокалывания То есть на одной стороне ровная поверхность На другой поверхность будет ворсистая, рельефная И далее также есть рельефность текста билет Банка России То, что может быть имитировано вдавливанием данного текста с оборотной стороны Это первые признаки, что может показать, что денежный билет под делом К серии номер денежного билета имитируется способом печати Предположительно на лазерном принтере И при механическом воздействии любой иглой на краситель На цифры, на серию данного номера денежного билета Может произойти его осыпание, то есть уничтожение и осыпание красителя Это в свою очередь говорит о том, что денежный билет под делом Часто поддельные купюры бывают невысокого качества И отличить их от оригинала можно даже без специального оборудования Наличие водяных знаков и защитные нити Детали, меняющие цвет в зависимости от угла зрения Краска, устойчивая к влаге и истиранию Это признаки того, что банкнота подлинная Если две купюры сравнить, фолиграфия даже у каждой денежной купюры примерно одинаковая Фальшивая купюра немножко отстает в четкости всех изображений, которые расположены в купюре И, соответственно, когда их на ощупь немножко другое качество бумаги, чем у оригинала Несмотря на то, что с развитием технологий качество подделок растет Все же можно оградить себя от ситуации, когда в вашем кошельке может оказаться фальшивая купюра Обычно в 100% случаев все денежные купюры, которые находятся в банкоматах Они уже проверены сотрудниками банковских организаций через спецтехнику И там в 100% случаев не может быть просто фальшивых купюр Фальшивые купюры могут, так сказать, получить это при расчете где-то на рынках В магазинах небольших, то есть обычно в больших сетевиках там стоят устройства Которые можно распознать поддельные денежные знаки А это где-то на рынках, в магазинчиках небольших, обычно за территорией города Саров Если у вас возникли сомнения в подлинности купюры, вы всегда можете обратиться в банк, где ее проверят специалисты Важно при этом запомнить место, где вам ее дали, чтобы при необходимости сообщить эти данные в полицию Ни в коем случае нельзя пытаться избавиться от нее путем расплачивания в магазинах других организаций Потому что данные купюры все равно в конечном итоге не в магазине, так в пересчете банковской организации И помните, что согласно статье Уголовного кодекса Российской Федерации Избытое изготовление поддельных банковских билетов наказывается лишением свободы сроков от 5 до 8 лет И штрафом в размере до 1 миллиона рублей Субтитры создавал DimaTorzok